Это фрагмент программы «Лучше всех», где юный химчанин Павел Щербак рассказал всем о важности экологии. В свои пять лет мальчик уже четко знает, как работает система вывоза мусора и считает своим долгом научить россиян правильно обращаться с отходами. Наша съемочная группа пришла к нему в гости, чтобы познакомиться с талантливым ребенком. Первым делом юный инженер заинтересовался съемочным оборудованием и даже попробовал разобраться в устройстве камеры. Затем показал нам схему своего дрона, который поможет находить мусор в горах. Это проявилось тогда, когда он начал ходить, то есть это в год примерно с небольшим. Он стал обходить все мусорные бачки и заглядывать в них. Это было сначала очень странно и может быть даже немного неприятно, потому что кому интересно целый день гулять по помойкам. Но я потом с этим смирилась, поняла, что наверное что-то в этом есть. Интерес ребенка к вывозу мусора Мария решила поддержать. Вместе с сыном наблюдала за работой мусоровозов и процессом сбора отходов. Постепенно вся семья пришла к тому, что мусор нужно сортировать. Расскажи людям, которые не знают, как правильно обращаться с мусором, что нужно делать? Дома его сортировать. Как? Расскажи. Бумага, пластик, стекло, металл. Весть о талантливом ребенке моментально разлетелась по Московской области. Губернатор Андрей Воробьев первым отметил достижения Павла в своем инстаграме. Местные власти тоже не остались в стороне. Глава Дмитрий Волошин посетил семью с подарками. Подарил конструктор лего, приятные сувениры. Но больше всего радости вызвал миниатюрный контейнер от министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина. Смотри. Какой восторг. Даже я в восторге. Да, железный. Глава округа подчеркнул, что интерес мальчика к этой теме необходимо поддерживать. Сделайте к региональному оператору экскурсию, покатать тебя на мусоровозе, показать, как мусор разбирается. Это было бы лучше. Да, ты поедешь, мы тебе организуем все, Паша. Поездка на съемки стала для семьи переломным моментом, о котором до сих пор вспоминают с волнением. Яркий свет, громкий звук, новые люди. Плюс к тому же нам приходилось каждый день что-то делать, какие-то творческие задания. Потому что номер, так как он сложился в конце, он сложился только в конце, потому что постоянно в работе над номером были какие-то новые идеи. Итоговый творческий номер Павла, дуэт с певицей Айовой, тронул зрителей Первого канала буквально до слез. Продолжение следует...